Добрый вечер, друзья! Мы снова вместе. Вот, сегодня будет много интересного, я вам это обещаю. Так, вот это вот письмо я получил, это было когда Рождество Христово, но вынужден начать с него. Почему? Потому что должен поблагодарить человека и извиниться. Я не смог открыть все письма и сейчас, Елена Александровна, так получилось, я не знаю, где вы живете, но хочу показать ваши фотографии как хороший положительный пример. Так, вот, и особую благодарность вы прислали мне иконы, вот, вы прислали мне кажется вы, кажется, 200 рублей детям угостить. Вот, я тоже не это, не ударил грязь труцом, о чем мы будем говорить потом книже. А здесь я почему цепляюсь к вашему письму? Я не цепляюсь, тут написано, вы, у меня спрашивают, кто вы, металлург, писатель или садовод? Да, металлург, писатель или садовод, но главное мое предназначение на земле, это работая металлургом, так, писал книги и выращивал сад, и все это была моя подготовка к моей главной специальности, так можно сказать, это богоискательство. Много вы уже знаете, еще много узнаете, потому что конца этому теме не видно, еще раз вас благодарю за иконы и почему так совпало, смотрите сюда, мне присылают вот это вот, все знают о моей войне, наука, правда не знает, что я с ней воюю, вот так, знаете, машина и возня, где-то там, вот, какое дело до этого, до того, что в России нет садов и не будет, похоже. Ну вот сменился министр, вот, он бы ничем бы нам не запомнился, наверное, ну, я знаю одно, вот, если бы, я, меня бы, я бы выбрал таким министром, министр чего, наука и высшее образование, я бы выбрал бы, может его, может не его, я его не знаю, кто-то знает и решил, что он лучше всех справится, слово справится, почему, там надо порядок наводить. Вот, наверное, кто-то решил, что именно такой нужен, ничего против, не имею, Михаил Михайлович, привет, вы все равно меня не слышите и никогда не услышите, поэтому я так с вами, я даже имею право похлопать вас по плечу, как старший товарищ, вот, ну, имели право морально, лучший изобретатель города Норильска, вот, радионосец, кавлер, радио, трудовой славы, я так думаю, что это сам ветеран, вот, который, писатель, да, мне кажется, имею право вас спросить, это не я спросил, это кто-то обратил внимание, это не я рисовал, что у вас на запястье иконки, вот, ну, наверное, дань моде, а то, как когда тут были у вашего коллеги часы, там, за 20 миллионов, вот, на которые он должен зарабатывать всю жизнь только на дни часы, и не есть, не пить, и даже не курить, и вот получается, что кто-то обратил на это внимание и прислал мне вот такое вот, вот, ну, и что я скажу, я, вместо того, чтобы возмущаться, что вот, это, как бы, ирония, наукой мы все объясним, но про Бога, на всякий случай, не забудем, дело в том, что я, как бы, искатель, вот, что скажу, а вдруг повезло, а вдруг Михаил Михайлович, это тоже богоискатель, где-то хотя бы в душе, а вдруг чуть-чуть, знаете, нельзя дальше продолжать вот эту атеистическую пропаганду, она пронизана все ей, все буквально, и вдруг я вижу человека с иконкой, а вдруг, и надо в школу постепенно, не надо вводить туда уроки богословия, вот, историю церкви надо обязательно, это надо, это история, это часть нашей истории, это часть нашей культуры, и это наше будущее, но, Михаил Михайлович, вот так используя те приемы, которые я использовал, чтобы люди не говорили Бога нет, а тут же рядом у нас соседней партии, или где-то уже выросли, и где-то в пивной, раз Бог есть, нет Бога нет, и по морде, вот, кто сильнее, тот и прав, нет, дело в том, что достаточно фактов говорит о том, что дарвинизм это частный случай, я уже говорил об этом, буду говорить, вот, надеюсь, а вдруг, если мы в школе не ведем не уроки богословия, а уроки истории, а биологию, именно биологию, как науку, вот эти вот понятия, о которых я сколько рассказывал, про ткача, вспоминаем, паука, который не просто ткет это, то, чего в принципе невозможно научиться, паутину, а и художественную паутину с рисунками, вот, а про бабочку прекрасную, которая не гусениц отрастила крылья, а они внутри вырастают, этого не может быть по дарвину, а еще сколько я привел примеру, а еще сколько я привел примеру, вот, а эти сложные устройства муравьев, термитов, пчел, то, чего никогда не способны это доказать ученые, так не можете доказать, дайте детям возможность познакомиться с муравейником, с его устройством, я вас познакомлю, но детей-то среди моих слушателей нет, вот, что обидно, я вас вместо него познакомлю, чтобы рука не поднялась, налить солярки и поджечь, как принято, вот, или как эти феи, называть себя феей и уксусом полить муравейник, ладно, вы поняли, Михаил Михайлович, вот, надо постепенно сделать так, чтобы у людей, у детей в сознании было, а вдруг, нельзя этого отрицать, а значит, надо надеяться на вечную жизнь, на то, что мы, когда она покинет наше тело, душа, у нее уже другое место предназначено, но не небытие, чтобы этим оправдывать все, что было, творили, когда целоваться, президент с олигархом, целуется, засосы, в это время, чуть ли не в засосы, в это время его самолеты бомбят, современный город 21 веке, женщины, дети, разрывает на части, хоронит, прям по грибах, их не надо даже хранить, вот, вот, чтобы этого не было, Михаил Михайлович, а вдруг, а если вы 5-10 лет там пробудете, и ничего не изменится, я же не говорю про то, что там порядок надо наводить, чтобы выходили студенты грамотные, чтобы не было, что у нас в России 3 студента, которые умеют выращивать сады, их так мало, что я могу фамилии назвать, Железов Сергей, Матвеева Юля, вот, Елена Савинич, а выпускает до вас, что там выпускала, боже ты мой, ни черта не умеет делать, про школу отдельно поговорим потом, но она не ваша, но к вам приходят уже со школы такие, затупевшие, ладно, выговорился, так вот, возвращаюсь я к вам, уважаемая Елена Александрова, у меня сейчас нет вашего отца, но два письма не открылось, я поэтому лишний раз подчеркну, вот это ваша фотография, а я же знаете какой, я не могу вот просто смотреть и любоваться, вы молодец, проволшебница, вы где-то возле церкви, вы где-то при церкви, то ли отцерквенный человек, то ли где-то еще ближе, вот, кстати, сейчас у меня это, только отправил я одной послушнице еще одной церкви, и не могу с ней связаться, вот, где это, в последних случаях, оказывается, это же не облицована, это же не увидит, эту передачу, но на всякий случай, я не могу я это, я выставил тоже посылку, вот, Аксёнова Анастасия Валерьевна, вот, поселок Богорюбова, улица Ленина, дом 53-го, в скобках монастырь, Владимирская область, тоже, вот видите, вот еще один человек, только не это, телефон уже раз в 20 звонил, не отвечай телефон, который она же и дала, ну ладно, это к слову, так вот, с вами говорим, с человеком, я больше всего доверяю людям божественным, людям, ищущим Бога, людям, которые чувствуют себя, присутствуют себя Бога, для них эти сады, вот, и вот смотрите, что вы мне писали, а я тоже перевожу на научный взгляд, прекрасные яблоки, вот плододужки, вот здесь на следующий год, будет еще ярмолоко, вот там раньше плододужка, уже именно плодоносца, на мерное, всё! И опять, и опять, и опять, и опять, и опять, и опять, эти же подлые эти, только открывайте, а реклама прилет не только ко мне, и к вам везде, она и лезет по всей стере, и везде там эти, я их сейчас, сегодня еще покажу, и еще покажу, а потом еще покажу, еще покажу, и так, ну и больше, чем вебинар, вот, Вот, так вот, видите, откроете слово «холдовидное», сразу это самое, ну, можете им послать, послание, знаете как, вот, набираете в Яндексе, в Рамле, в Гугле, фото, кукиш, срисовываете и отправляете им, вот, только при слове «холдовидное», понятно? Только потому, что на этом всё! Ну, извините, я не выдержался, это моя жизнь, это моя судьба. Так, пойдём дальше, ой, что-то тут у меня немножко застряло, ау, так, почему-то мне хочется двигаться, экспресс-панель, семена, сейчас подойдём секунду, у меня сегодня раз в 10 включался компьютер, я намотал нервы, вот, а, тут рука Антона Валерьевича Сафронова чувствуется, ему виднее, что надо делать. О, всё движется, ладно. Так вот, мы любуемся вашим садом. И так, и так, и так, ну, как раз это как-то. Так, это, тут, вроде бы, рубашка моя, вроде бы, а фотография явно сделана с, это, с экрана. Ну, ладно. Прекрасно видно прививка у земли, даже если это не мои руки. Вот. Прекрасно видно, раз, два, три, не меньше пяти, нет, не меньше четырёх почек, прививка в расщеп и так далее. Вот это вот, не знаю, почему она попала среди присланных, но не зря. А вот это вот для любой с вами. Ирина. Так. А сейчас скажу, снова, продолжается дичаше, это, мы потом не вам покажу, желание уничтожать деревья настолько велико, иногда кажется, а может, всё-таки, мы плохо знаем иерархию этого небесного, всё-таки дьявол надо есть. И всё-таки есть что-то, что мешает людям, которые должны, ведь Бог создал вот это шелёк, да. Вот, как это сделать, ну, пока только умозрительно, вот бы спецназ, вот бы и все руки за спину, вот бы и всех в эту, посадить в воронки, вот такой сад, вот где-то там в вашем районе, где вы живёте, свой воронок вот писать и сказать, вот секатор, ты же учил, что все и я потом вам покажу это, что это так, что это действительно это такая пропаганда, дикая, страшная, миллионно разовая, миллиардно разовая, вот. А вот сейчас, мы зимой беззащитное дерево калечили, показывали фильмы, их там тысячи уже, так, а ещё перекопировали, сколько их, тысячи, десятки тысяч, сейчас все блогерами стали, а вот она взяла, а вот случайно человек не успел, допустим, а вот сейчас подойдите с секатором, режьте, вот 90 процентов этого должно попасть под секатором, 90 процентов вот этих цветов, на тебе, режьте, вот, вот она не резала, да, не резала, где там она, вот это прекрасная фотография, представляете, ой, кстати, раз уж тут, вот, знаете, как они пишут? скелетные ветки, ну, имеется ввиду, слово скелетные, они, может, не знают, что есть такое слово, они говорят, длинные ветки отрезайте, подрезайте на полына, а короткие убирайте совсем, они их называют неполноценными, так, вот, они их называют мелкими, слово плодовое они не знают, вот, в этом мире страшно мы живем, вот, как о дьяволе, я опять повторяю это, я не могу иначе, когда я вижу эту красоту, которая подлежит уничтожению, вы же дети дьявола, вот те, кто это, ну, не духовные, я имею ввиду, дети, вроде бы у вас нормальные отцы-матери, ну, пожалуйста, придите, отрежьте вот это все, и фильм снимите, ну, тогда за вами приедут уже другой воронок, такой белый-белый, с красной полосой, а на ней будет еще большой красный крест нарисован, и мигалки, вот, попробуйте вы сейчас, вот, спустя, вот, совет, я о конкретных людях говорю, мы их еще увидим, и ни одного десятки вот таких людей, да, ты вот не тогда, не зимой, пока все спит, взял, уничтожил 90% этого, а вот подожди немножко, их сейчас, ведь за тобой скорая приедет, потому что увидит, что ты идиот, а зимой он умный, ну, идем дальше, это саженец Сергея Сергея, неплохо, да, это снова саженец Сергея Железова, это снова саженец Сергея Железова, так, сразу крестюсь, это у меня, я всегда крестюсь, когда икона, это уже у меня с Украины западной, как бы сказать, это сейчас культуры, а не просто инстинкт, это пошли мои семена, которые я послал в благодарность за иконы, вот это, вот это, вот это, вот это, сейчас, дальше поинтереснее будет, вот это, вот это, вот это, вот это, и наконец, все, видимо, это все в сборе, вот оно, ну, посмотрим, что получится у вас, но это еще не все, это тоже ваше, вы мне прислали эту фотографию, и эту, прислали мне, спасибо, это, видимо, ваше духовное, ваше духовное здание, может монастырь, может церковь, я в этом не так понимаю, вот, а это я понял вы, я понял это вы, Елена, я понял, что это ваши деревья, красота какая, это ваш урожай, вот, это ваши груши, видите, вот они плодушки, три года, повезет четыре, и все, никогда вы не дождетесь от этого самого, вот, это я понял ваш арбуз, ой, какой вкусный, ой, я арбуз ваш увидел, вспомнил, сегодня позвонил мне Алексей Иванович, Макару тот самый, он уже успел, мои книги, десять штук, уже по себестоимости распродать, все довольны, ну, видимо, страна не должна знать своих героев, она не знает, потому что, вот они лежат, да, в той комнате, ящики не распечатаны и лежат, вот, помогайте, берите, покупайте по те же 600 рублей, дарите друзьям, близким, кто-то может делать коммерцию, вот, я предлагал Алексею Ивановичу, я говорю, ну, продавай по 500, с каждой книги я их могу тебе сотни выслать, вот тебе и 10 тысяч в кармане, если сотни, то при его энергии, нет, ну, не торгашь идет, так, снова груши, ой, как они похожи на эти, на ладу, груши, вот, вот это вот, Иванович, я смотрю как, я очень наблюдательный, я первый раз не заметил, а потом готовился к вебинару, но, чтобы понять, что там, я, конечно, даже и не пытаюсь, или же листики торчат, или же что-то посажено на, не просто на холм, но крутой, потом я задался вопрос, почему такой крутой, раз, поглядел, в канаве вода стоит, а, йо-о-о, это где же вы умудряетесь абрикосы садить? Да, они 100% должны погибнуть, подумали вы, да, и подняли сантиметров на 80, и что-то теперь у вас там растет, ну, желаю удачи, но я на всякий случай скажу вам и остальным, шансам малого абрикоса, вот, груши, раз, такие прекрасные, надеюсь, где-то есть место и повыше, или в другом месте фотографии сделаны, а именно здесь, ну что, да, вот такие холмы, раз, да, вишни степные, да, вишни войлочные, да, китайские сливы, помните, я показывал, особенно если отводки есть, да, эти яблони, они привитые на корневые отводки яблони, которые не имеют центрального корня, ну, вот что я скажу, желаю вам удачи в таких труднейших условиях, вот он, ваш враг, вот она, вода, это, я понимаю, тренажная канала, вот, это святые ушаков, благослужение, вот какие груши, надеюсь, тут туда воды подальше, так, замечательно, чем у вас эти, учителя, усили бы все это подрезать, чертова мать, так, жимолость, ну и, наконец, вот эта красота, я не удержался, относится к с удовольствием, нет, вот эта красота, душа радуется, а вот еще, это ваши яблоки, здорово, смотрите, как это, они растут сверху вниз, я вам покажу, давайте потом покажу, ужас, вот, ну, что я скажу, вот это дерево, ну, мне чем понравилось, смотрите, я понимаю, что это яблони, вот это вот, видите, оно нарушило то, что потом я ниже покажу, у человека, украинца, с Косовской области, земляка, который изумечил дерево так, вот, а он ссылался на некие законы, ну, почему они по закону поступили, почему вы не поотрезали, чертова, извиняюсь, это, типа мне на язык, за такие слова, с такой женщиной духовной разговаривать, ну, если без этого, это я к нему обращаюсь, к земляку с Херсона, почему ты учишь людей вот это все отрезать, ну, чем это дерево не нравится, а, ну, чем, ну, как вы их ненавидите, а это, знаете, как, это одна из фотографий, у них в интернете полное, может, Терен Савельевич привезла, ну, этого, с Мичуринска, помрет все это однажды, помрет, это вроде того гриппа, который лютует, у них тоже свои гриппы есть, у деревьев, да, деревьев главное, что, иммунитет, не зря говорят, иммунная сорта, работа над этим самым повышением иммунитета, а сами искалечат дерево, вот как здесь, да, и где от него иммунитет, ага, сейчас, вот, то с этого момента вот по 40 раз и опрыскиваете, против моих ни разу, вот, а почему я сейчас вспомнил про деревьев иммунитет, дело в том, что это звучит грустно, значит, лучше перестараться и все-таки не ждать пока косить насчет россиян, но у нас такая медицина, что у нас не перешло границу, не перешло, а завтра оказывается у нас как, любой чиновник зависит только от этих, от бумаг, вот, сидят, пока, пока говорят, нет перезараженных, они уже давно могут быть, а если это не остановишь, ну, там, поехал в каком-нибудь Благовещенском, Москву, вот, полвагона перезаразил, да, и все, уже, после этого момента уже точно не остановишь, и тогда, получается, каждый сам за себя, я вынужден дать пару советов, помните, Елена, вы наверху, что мне написали, а вот, кто я, писатель, там, забыл уже, металлург, еще кто-то, садовод, да, но еще и это, у меня есть своя жизненная школа, у меня есть своя школа выживания, я прошел ее всю, один пример приведу, только это, не вздрагивайте, значит, в детстве, только первые мои попытки, а потом было много чего, но есть в фильмах, я же не могу переключиться, я только одно скажу, мне долго мучило, когда меня фашисты пытать будут, я вырос на партизанских книгах, западная, военный городок, западная Украина, Волынская область, вот, и меня всегда волновал вопрос, выдержали попытки, в книгах выдерживали партизаны, ну, и что я сделал, я себе ладонь проткнул ножницами, после этого только успокоился, вот, так вот, я имею право на какие советы, сегодня я про телевизор, а это очень важно, вот сейчас только, уже заканчивали, они, когда уже настраивали компьютер с Антоном, как раз заканчивали эту речь, опять, ну, пугали страшно уже, не то, что там обошлось, все-таки ждем, возможно, что треть действительно выберет население, заболеют-то точно, это уже, такие прогнозы, они рядом с оптимистическими, а вот они говорят, но опять они не сказали ни слова про иммунитет, вы представляете, они опять про вакцину, они опять про эти, про намордники, господи боже мой, иммунитет, ведь не все заболевают, иначе бы уже весь китайский миллионный город бы уже все по валку бы лежали, не все, иммунитет это всего лишь сейчас, с этого дня, я уже неделю назад говорил, с этого дня обтирание, многочасовые прогулки по дому, по улице, проветривание, значит, холодный душ, горячий душ, холодный, холодный, иммунитет, иммунитет поднять, чтобы это, это поможет и с обычным гриппом бороться, и тут грипп уже не каждого второго, а хотя бы каждого пятого зацепит, детей от компьютера оторвать, на улицу, на улицу, на улицу, не пускать домой, только покушать, на улицу, вернуть иммунитет, который был у их отцов и дедов, сегодня на ледяной площадке опять мы с Тимошкой вдвоем играли в хоккей, я стоял на воротах, опять нас только двое было, три дома, Фокс называется, три дома, ближайшие 50 метров, следующие 80 метров, еще одна, это пятиэтаж, девятьэтажка еще с той стороны метров 120, ни одного ребенка, который раз ни одного ребенка, ни одного ребенка, ни одного ребенка, спортивная секция, четырех работает, восемь мальчишек, все, на весь город, вот он иммунитет, с ума посходили, родители и это, а почему я говорил потом, Михаил Михайлович, с телевизора не должен слазить министр науки и министр этого, высшего образования, с экрана, убеждать, уговорить, что я говорю, но у него авторитет больше, как за министр, вот что нужно, я вот гляжу на эти деревья, это мы такие жили, нас так же изродовала жизнь, поэтому и косить будет нас.